Совместное производство ТФ-1 Карреры и Лака Линяли. Автор сценария Себастьян Дарсен. При участии Центр национальной кинематографии. Композитор Дидье Жуля. Режиссер Жан-Цезар Сухорский. Аргай. Нью-Йорк. Год 2075. Миром правит Черная Королева. Злая ведьма, которая сохраняет свое бессмертие при помощи колдовства. Забирая у девушек их молодость и красоту. Разгневанно тем, что на его невесту напустили колдовские чары, принц решает пробудить свою возлюбленную. Удар молнии переносит его в Нью-Йорк 2075 года. Принц встречается с инспектором Оскаром Лайтбалбом, его помощником Барноби, секретаршей Мисс Мун. И те соглашаются ему помочь. Принц. История необычайная. Воспользовавшись машиной времени, которую изобрел старый друг Оскара Хаксли Барнс, они возвращаются в средние века, чтобы найти книгу пророчеств. Каждый читерский, который рассказывает об одном из ингредиентов, необходимых для противоядия, чтобы пробудить Энджел и разрушить чары злой королевы. Она захватывает книгу пророчеств и с ее помощью выслеживает наших друзей. Королева хочет помешать им. Тем не менее, друзьям удается найти первые два ингредиента, корень мандрагоры и амулет фараона. Да, именно так мы победили черную королеву. Но она наверняка уже планирует отомстить нам. Вспешенное поражением черная королева ищет Пашу, который, как ей кажется, скрывает принца в центре города. Найдите Пашу! Как идут дела, Хаксли? Теперь я почти уверен, это поможет. Отлично. Нам крайне важно быть в постоянном контакте. Идеально было бы не только слышать друг друга, но... Так же и видеть. Вот именно. Толку мало искать. То, что хочешь, за круглым столом. Как идут приготовления? Похоже, Аргайю удалось разгадать. Это священный кубок. Надо найти рыцаря, который смог избавить короля Артура от колдовства и свести остальных рыцарей за круглым столом. Я был уверен, что это четверости жива душевит вас, Аргай. Что такое грааль? Великим граалем рыцари называют потир. Потир Христа. Это важный символический предмет. Это кубок, из которого Христос пил вино за последние вечерии. Понятно. Ну и где он теперь? На святой земле. Думаю, в Иерусалиме. На тропе возмездия. Тропа возмездия? Именно туда монах Тич повез Энджел. И туда же отправился твой отец, король Харр. Надо помочь им встретиться. Друзья мои, все готово. Отлично. Думаю, нам пора отправляться. Но, Оскар! Да, мисс Мун? Возьмите меня, пожалуйста, с собой. Но вы же ненавидите средний века? Да, ненавижу. Но ради того, чтобы увидеть Энджел... Что считать, что вы меня уговорили? Хаксли, нам придется тебя покинуть. Не беспокойся, все будет в порядке. О, а это ты Чу? Как же ты нас напугал. Это волшебный меч, доблесны лица. Волшебный? Да, меч короля Артура. Самого Артура? По-моему, Чу вас понимает Аргай. Принц Аргай, думаю, это очень хороший знак. Я готова. Муни, для средних веков это не годится. Мы же отправляемся не в турпоход. Я сделала только самое необходимое. Муни, нам все это вряд ли понадобится. Удачи вам, друзья. Иерусалим, 1250 год Вот он, священный город Иерусалим. Только смотри, на этот раз не вздумай меня подвезти, Гекку. Реши вопрос с Аргаем и его сообщниками раз и навсегда. Да, госпожа. Ну, а я займусь святым Гралем. Какая-то странная атмосфера. Люди смотрят на нас совсем не так. Здесь к иностранцам всегда относятся с подозрением. Нам лучше разделиться. Аргай, вам предоставляется честь найти кубок. А мы попытаемся найти Энджел. А я что, фарш для собак? Вы пойдете со мной, Барнаби. Эта оливковая роща идеальное местечко, чтобы передохнуть. Черт, вы жара просто непереносима. Бедняжка, тебе тоже не сладко. Подожди, сейчас найдем, где устроиться. Ой, нам крупно повезло. Эта юная леди выглядит почти совсем как невеста нашего принца. Надо же, какое совпадение. Здесь тебе будет удобно. Не беспокойся, святой отшельник за тобой присмотрит. Как жалко, что Энджел, возлюбленная принца Аргайя, перешла мне дорогу. Поехали. У нас на самом деле есть шанс найти Энджел. Мы ее найдем, нет никаких сомнений. Откуда такая уверенность, Широп? Интуиция гениального сыщика. Что ж, пусть будет так. Так оно и будет, это же очевидно. А, давай спросим у тех миссионеров, не видели ли они монаха Тича? Добрый день. Добрый день. Скажите, вам не встречался невысокий пухленький монах, странствующий вместе с девушкой? Вообще-то встречался. Он проехал мимо нас в маленькой тележке. И давно это было? Нет. Совсем недавно. А еще что-нибудь заметили? Монах что-то ей говорил, но она вроде бы спала. Так оно и было. Большое вам спасибо. Мое чутье меня, как всегда, не подвело. Значит, я все-таки увижу Энда. Для этого надо найти маленькую тележку, так что внимательно смотрим по сторонам. Угу. Ну, не хочешь приветствовать свою королеву? А? О, с готовностью приветствую вас. Тогда вставай и выходи наружу. Иду, госпожа. Мне нужна твоя помощь. Я ищу потир. П-п-потир? Священный кубок. Ты наверняка знаешь, где его искать? Да, конечно, во владении хозяев пустыни. Отведи меня к ним. Принц Аргай, а что такое крестовые походы? Это военная экспедиция Европы с целью вернуть священные земли. Тогда понятно, почему нас здесь не очень-то любят. Подождите-ка. Да, шеф. Что? Напали на след Энджел? Быстро, однако. Аргай, слышали? Иноземцы! Следуйте за нами. Окружите. Отпустите меня. Лошадь несочтен и рыцарь. Увести их. Оскар, тележка. Посмотрим, не оставила ли нас удача. Я такая счастливая. Жаль, конечно, но там вроде бы пусто. Хотя... Здесь есть кто-нибудь? Эй! Смотрите. Монах, это монах-тич. Да, тот самый. Никаких сомнений. Монах-тич, выпейте вот это. Кто вы такие? Что произошло? Не бойтесь, мы друзья. Меня зовут Оскар Лайтбалб, а это мисс Мун. Энджел! Энджел! Мы ее нигде не видели. Мы добрые друзья принца Аргая. Он сейчас в Иерусалиме. Вы сказали, принц Аргай здесь, в Иерусалиме? Это долгая история. Поговорим о ней позже. А пока расскажите нам, что произошло. Аргай! Он не простит мне того, что я не уберег Энджел. У меня просто не хватило времени. На меня напало два ужасных чудовища. А потом появилось какое-то маленькое существо в капюшоне. Гекко! А после этого я ничего не помню. Не плачьте. Мы не найдем. Обещаю вам. Странно, Барнаби не отвечает. Монах-тич, во всем этом есть нечто обнадеживающее. Если бы они хотели раз и навсегда покончить с Энджел, мы бы прямо здесь нашли ее бездыханное тело. И что? А то, что колдовство сделало Энджел бессмертной. Вот что. Уверен, что Черная Королева не может убить ни одну из девушек, которых она заколдовала. Забрать у них молодость и красоту это одно, а лишить их жизни совсем другое. Я все равно не понимаю. Она забирает у девушек возраст, поэтому, убив хоть одну из них, она убьет саму себя. Этого мне никогда не понять. Где они? Ненавижу ждать. Пустыня безбрежна, ваше высочество. И они идут издалека. Но скоро будут, нет сомнений. А, вот они. Вы хотели нас видеть? Мне известно, что у вас, храбрых стражей пустыни, есть некий драгоценный предмет. Что за предмет? Единственный, который мне нужен. Кубок. Мы его хранители. Нам доверено оберегать его от нечестивцев. Именно об этом я и хотела бы поговорить. Сюда, в Иерусалим, прибыл некий принц. Принц? Его зовут Аргай. Он хочет завладеть кубком. Он сумасшедший. Украсть кубок невозможно. Ты так в этом уверен, хранитель? Мы не позволим оскорбить великого сокола. Хорошо. Спасибо за помощь. Если этот принц объявится здесь, он будет наказан. Вперед! Здесь вам будет прохладно и хорошо. Нас поймали, как глупых фазанов. С ума сойти. Кто ты? Меня зовут Арнаде Бутыкур. Я рыцарь ордена темплиеров, плененный во время крестового похода. А вы кто такие? Я Аргай, принц Тирлыха. А это Барнаби. Значит, вы принимали участие в крестовых походах. Ух ты, здорово! Вы правы. И в Египте нас разбили. Вы встречали короля Хара? Да, я воевал на его стороне. Ему удалось сбежать. И где он сейчас, мне неизвестно. А что делаете здесь вы, двое? Мы ищем священный кубок. Ну, надо же! И вы тоже ищите этот кубок. Вы знаете, где он? Боюсь, что нет. Правда, мне говорили, кубок где-то здесь, в городе. Его надежно охраняют стражи ордена Фальконета. Это все, что я знаю. Стражи ордена Фальконета? Нам надо выбираться отсюда. Срочно! Быстрее, гномы, быстрее! Отличный лоб, Гекко! К невесте Аркаи меня привел счастливый случай, госпожа. Какой у тебя план? И добраться до рынка невольников в Аравии. Как только я ее продам, никому и никогда ее больше не найди. Совсем неплохая мысль, Гекко. Просто отличная. Увидимся там, когда я вернусь из 21 века. Все работало. Торопитесь, у нас нет времени. Точно. Сюда. Тихо. Это стража. Сюда. Брось оружие! Принц, пора уходить. Я все забрал. Отлично. А теперь пошли. Вперед! Мы поедем на этих чудовищах? Это же верблюды. Лучшего транспорта в пустыне не найдешь. Ну ладно. Привет. Друзья, теперь нам пора расставаться. Ты что? Ведь наша главная цель найти священный кубок. Разве можно сдаваться? Извини, принц Аргай. Но, боюсь, тюрьма лишила меня сил. Я буду вас только задерживать. Так что давайте без меня. Удачи вам. Тебе тоже. Следуйте моим указаниям. В пустыне легко потеряться. И да поможет вам Господь. Прощайте. Прощай, Арно. Ого. Эта дорога кажется бесконечной. Чтоб не провалиться. Телефон снова работает? Оскар Лайтбалб слушает. Боюсь, это не самая лучшая новость, шеф Аргай. У нас, похоже, серьезные проблемы. Энджел? Гек ее похитил. Да падет на него проклятие. Я найду ее, Барнаби. Найду уж, поверьте мне. Принц Аргай, очевидно, очень расстроен. Ну, разумеется. Мне надо срочно связаться с Хаксли. Хаксли. Ваша очередь, мисс Монт. Давайте. Да, но мне никогда еще не приходилось. Рано или поздно всем приходится начинать. К тому же на такой скорости риска практически никакого. Ну, ладно. Итак, друзья, как идут дела? Послушай, Хаксли, мне срочно нужна кое-какая информация об одном городе. Без нее пускать туда Аргай просто опасно. Барнаби, думаю, мы уже на месте. Во всяком случае, очень похоже. Да, судя по описаниям, Хаксли. Это главный вход в Петру. Прекрасное место, чтобы заманить нас в ловушку. Пошли. Стоп. Там наверху страж. Подожди здесь. Я попытаюсь с ним разобраться. Все чисто. Помогите. Барнаби. Вы попались. Не дайте ему уйти. Нет. Господин, там второй верблюд. Значит, есть еще один человек. Найдите его. Так. Выручать Барнаби придется позже. Кто ты? Как ты осмелился войти в священное место? Глазам своим не верю. Это кубок. Цель всех благородных рыцарей. И вот... А-а-а! А-а-а-а! Кто ты? Меня зовут Барнаби, я частный детектив Что такое детектив? Человек, который сует свой нос куда не надо Мой друг Альга тоже детектив Я не совсем понимаю, что... Замолчи, ты пришел меня грабить Твой сообщник очень скоро тоже будет в наших руках Но первым умрешь ты Человек осквернил святилище Вот видишь, разве я не говорил тебе, что мы его найдем? С тобой я разберусь чуть позже Пошли, быстрее Полегче, полегче, друзья Вперед! Не так ажартно и, пожалуйста, без паники Ты все-таки попался в нашу ловушку, принц Аргай Откуда ты знаешь, кто я? Вопросы здесь задаю я Имя твое мне сообщила пустыня Пустыня не умеет говорить Умеет Но только не с такими, как ты Хотя, признаю, ты отважен и храбр Никто еще так близко к нам не подбирался Ты даже заслуживаешь услуги Ага Я позволю тебе увидеть цель твоей жизни Но после этого ты умрешь Проход Священный кубок Ага Что тут происходит? Обыщите весь город Не дайте ему уйти Наконец-то Барнаби! Где принц? Город охраняется лунатиками в масках Они захватили его Ооо, мы должны его спасти Естественно, но как? Думаю, я знаю Сюда, Барнаби Привет Привет, я Банах Тич А я Барнаби Знаете, мне нравится ваш прикид Мне никогда не удастся победить этого монстра Магический меч Если ты существуешь Помоги мне Чув был прав Похоже на секретный проход О! О! Чтоб не провалиться Что это такое? Принц Архай Слава Господу, вы здесь Оскар За мной Он убил Убил нашего бога Священный кубок пропал Проход Он прошел через него Поймать его О! Нет, подождите Это здесь Барнаби Пролежь маленький кусочек Вот тут Они не могли далеко уйти Ищите Опять эти придурки Сейчас я их проучу Кто ты такой? Господа, боюсь для вас путешествие подходит к концу Что? Кубок возвращается туда, где ему положено быть Для вас война закончена Хватайте их Принц, ударьте по тому камню Земля разверзлась У меня голова закружилась Они исчезли Мы от них избавились Шеф, как вы об этом узнали? Очень просто Аксли передал мне план города Хотя я и опасался, что он окажется не совсем верным Так и есть Уходим отсюда, а то монахтич будет волноваться Монахтич? Он здесь? Да, вот только не стоит оставлять его одного надолго Монахтич О, принц Аргаль Вы вернулись, какое счастье Монахтич, я так рад вас видеть Мне так стыдно С Энджел происходит, что на плохой уже второй раз я снова не оправдываю вашего доверия Это совсем не ваша вина Мы ее найдем, не сомневаетесь? Да Я останусь здесь Мы с монахом Тичем продолжим поиски Энджел Да, принц, нам надо успеть вернуться в свой век Вот вам телефон Мы свяжемся с вами, как только узнаем, куда королева спрятала Энджел Мы будем ждать, только будьте осторожны Будем До встречи, принц Вы тоже будьте осторожны Принц, как же я рад снова видеть вас Спасибо, Монахтич, я тоже Да, вернуться в Нью-Йорк совсем неплохо Священный кубок, я держу его в собственных руках Как же, если бы не карты Петры, нас бы здесь просто не было Что ж, теперь у нас есть корень, мандрагуры, амуленты, кубок Скоро сможем сделать снадобье К чему оно нам, если нет жертвы? Вообще-то вы правы Уверен, решение в книге пророчеств Если, конечно, нам удастся расшифровать эти строки Неужели мы все это проделали зря? Нет, не зря Мы найдем Энджел Если королеву не помешает Что путь султану перейти От плена ангела спасти Принц должен на базар явиться С врагом смертельным он сразится Удастся ли принцу Аргаю и его друзьям победить силы зла? Смогут ли они преодолеть злобные козни черной королевы? Создадут ли они чудодейственные лекарства, чтобы спасти юную Энджел И тем самым раз и навсегда уничтожить королеву? Аргай понимает Спасение мира зависит от силы его любви Не пропустите новых увлекательных приключений Аргая и его друзей В главе Аляша Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok